эх здорово народ с вами дима раунд ферма 22 второй сезон продолжение рубиться короче я закончил все контракты получил приличный денег купил комбайн накосячил продал его купил другой комбайн на просмахнутый комбайн попался я сразу не проверил вот немножко сяк получился но ничего деньги я вернулся равно чтобы 0 были так вот купила бизончика если не ошибаюсь то ли 4 и 2 метра в ней жадко то ли 5 метров так что вас поздравляю у нас есть собственный комбайн теперь кстати я не поглядел а у навес уметь собирать не на компьютер компьютер где-то на вот она умеет навес собирать когда мы берем откроем опять планшетик шестое поле шестое поле конечно берем шестое поле шестое поле во первых находится рядом во вторых денег на него дадут нормально принимаем контракт все и выдвигаемся туда потихонечку тех наконец-таки мы можем свой команд запустить наконец-таки на ребят я чуть-чуть перемотал время чтобы дождик прошел чтобы можем был нормально собирать урожай наконец-таки нам надо придумать скажите скажу он вмещает три с половиной по моему куба вот у нас конечно команде прицепа дохерища всего он весело донул с чего-то совсем пьяно что не пойму так наверно по прямой мы поедем потом свернем нет на балке как ехать подъехать собирать там путем шестое поле мы начали смотреть сейчас загрузится шестое поле как бы вот на минуточку по геновым размером сразу похвастаться хочу как он собирает уже коряво надеюсь мы на этом заработаем на прошлом заказы мы порядка 40 тысяч подняли и что-то там 6 и 8 тысяч мы заняли на ребят но это опять же это за все время зависит тябрь мне кажется это очень классно вообще молодцы с вами я думаю что тяжело идет заблокированный поеду на поле да не дадут повернуть люди двигайтесь олени бип-бип ой оленина с ним поедим так вот пятое поле нам шестое раньше созревает а вижу вот какой-то тут созрела а это и есть шестое поле да как нам проехать к нему через дом да получается и вот сюда по моему да куда-то он вон он где на подъезд ему к нему такой себе надо найти нормальную дорогу это не мы еще это не мы ой это аккуратно перевернуться можно а вон напрямки выехать можно через вот этот овраг и туда наверх пошли так давай давай командир овраги вручи они тяжело будет нам выезжать так кстати пойдем посмотрим что у меня загрузился да но проверим может быть грузовик нахер баланс его будет весело да а и смотри он же соломы собирать надо что-то соломы придумать какой-нибудь соломы подборщик эй да нет да не может быть такого да не чуть-чуть пришлось раскошелиться я так полагаю вот сейчас все у нас точнется я понял весь косяк весь бах короче у меня стоял под силосы ну теперь можно нормально работать ура народ короче я борта поменьше поставил вот другой сохранил зашел проверил нормально работает фух это короче вот столько серии мы мучились одним прицепчиком чистый вот и за этой дрочи по его извиняюсь за выражение грубо говоря по факту так то планшетики пока глянем у меня здесь дешевого только вот сеялку амазона продают лютую на 3 метра которой всего лишь там пока мы тут лазим да посмотрим аммм хе 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 как они называются ну вот это конечно тема это которая соломы собирает вот надо может какую-нибудь взять в аренду а на них висит надо свалом надо обратной мощности то есть надо на трактор брать а может сколько денег путем так и чтобы нам предпринять тогда в данной ситуации благо ехать далеко не надо ну а просто мы сейчас соломы собираем это тоже некие деньги понимаешь а нам не этим их собирать а у меня хотя бы была такая штука соломы собирала ну че так денег путем она на этом подняли так компьюче 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 так навоза разбрасывайте чековщики блин ну это инструмент за дископической погрузки наш носит в разную тут такого нету у нас да нет трасса это все это не то соединительный ключ какой то есть ничего себе так прицепы для сжаток тоже не то блин вот взять какой нибудь в аренду маленький да сколько он будет в аренду строить стоить ну это понятно в аренду слушай а в аренду два с половиной к куска будет стоить как бы на минуточку два с половиной куска и просто вместимость у меня будет побольше типа и лошадей до сотки можно взять да какой нибудь тоже дешево в аренду грузовое трактором ну вот лтзшка точнее мтзшка он сколько в аренду будет стоить да итого пять рублей мы можем взять в аренду чтобы собирать это вот и солому это другой момент у нас всплывает нам очень надо много будет резко сделать чтобы хотя бы отвезти да стой стой остановись остановись стой да стой ты ёп осёл ты ну и Михалыч ну и Михалыч ну и Михалыч чуть-чуть прокатимся ничего в этом страшного нету ничего в этом страшного нету ну ну видимо да все ждем пока он проедет соберет спустя вечность так прикинь забыл что я делал по-моему где-то 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 есть сенокосилка по-моему да она нет что-то связано с сеном в прицепах в прицепах нет нет образилась она блин только что поставил а так вот смотри можем купить вот эту штуку смотри она один из косарей стоит но мы можем взять ее типа варенную варенную да цвет нам не важен нам важна вместимость а она вся такая да ну ладно вот вместимость вот такую берем в аренду берем вот эту ну так для красоты нет для красоты нам потом свою куда купим берем вот эту в аренду это короче мы ушли в минус на восьми хатку теперь нам нужен трактор берем МТЗ на цеху ну два с половиной косаря короче обошлась нам техника так где наш пацан он едет да так Михалыч пусть копается мы будем на развозе ээээ че еще ну и нормально да сейчас мы загрузим его чтобы оп открывай открывай врата тима пришла короче день косяков просто чтобы вы понимали я вот этот пятнадцатую минуту пытаюсь уже второй час записать там там все я хочу прям что красиво все было прям прп что нет блять сколько серии 5 наверное я снял да не понимаю что у меня грузовик отхлебнул капец просто нет кто-то в точечке поставим не мешался все будем ждать петровича вот вот этот петрович нам прикатил смотри короче эээээээ так А, всё, развернуть надо, разворачиваем. Опускаем. Так, всё я сделал сейчас. Ну, всё вратом надо сделать. И вот, пробуем. Я говорю, пробуем. Что-то я не включил ещё, по-моему, да? Ложить трубу. А, да ладно, ты серьёзный. Блин, нам нельзя. Нам нельзя это делать. Блин, вот я лоханнулся, просто. Видишь, не подбирает. Это только на своём поле можно это же делать. Грустно, однако, грустно. Разве... Бажай нас. Начальству. Ой. Не хочется. А я так рассчитывал. Ну... Деньги на ветра тоже деньги. Теперь будем знать, что делать нельзя. Поехали обратно. Петрович нас размахали. Мы своровать не смогли это. Всё. Добро. Грустно получается, однако. Ну, теперь у нас есть в аренде трактор. Которого мы здесь делали, в принципе, не ехать. Блин, скалами даже не дали. Ну ты прикинь. Как мы будем выживать зимой, я не знаю. Мы прям минуса и минуса уходим. Это высыпь, и всё. Вот такой ужас. Просто такой ужас. Вот это мы обосрались. Ну, в смысле я. Нельзя трогать. Блин, а раньше можно было. Я помню, прям хитрило только так. На этом бабла прям только так и подниму. Так, итого мы 8 кубов загрузили в наш прицеп. Ой, в нашу вообще сцепку. А он прям путём уже проехался здесь. Надо будет косяки за ним, к сожалению, убрать. У нас простаивает бульдозер наш. По заданию тут. Совершение, нечего делать. Овес можно собрать. Еще не овес, не овес. Смотри, кстати. Картофель пошёл, видишь. Тисто картофан собирать надо. Парк. Хитрил сколько как бы. Семь-шестой поле. Наверное, дольше ехать будем. Где семь-шестой? В компьютер. Где семь-шестой поле? 50 так раскидали 75 я вижу они хрена суперить недалеко я предлагаю взять нам как раз картофель везде да у нас картофель картофель но вяз понятно картофель я предлагаю взять вот такую бандуру тесто ее на ней как-то приехать именно как вот и на ней собирать так мы и делаем бабла поднимем капец сколько народ все и наверное какой там рядом поле картофель шестое поле тоже его просто принимаем все отлично на самом деле так жаками а грузовика еще нет раз один получается целью так надо вызывать такси и поехали туда я решил остаться петровичем покататься новой техник каково это вообще на ней ездить петровича он наярит на комбайне а я вот на тракторе но он летает только в путь вот вроде малюсенький грохотный но конечно как задумано это полага тягачок небольшой идет там как вспомогательная техника так скажем 200 арбовая брак eskada едем отвозить первую порцию он прям что-то прям быстро навалил меня тут там три пролет амиром сделал да даже два пролета он сделал и навалил мне вот и там еще даже камаз не наполнился мигалов там потихонечку работы в комбайн комбо и есть комбайн Empor 2 хотите На картофель нормально, надеясь мы денег путём получим за всё. Так, теперь надо сориентироваться, куда именно мне надо сгружать. Наверное мне объяснят, да? Мне вот, как понял, мне вот сюда вот. Да, Витя? Нет, видимо вот сюда. А, ну вот, да. Разгружаем картошечку. Смотри, ну, почти 13 кубов привезли. О, 6%. 6% со 108-го поля. Сколько же должен рейсов сделать будет? Нифига. Нифига. Оказалось бы, полечка-то палёное какое-то. О, нет, ты погляди. Сюда же, да? Да. Блин, прикольно. Застынем. Так, по-моему я отсюда приехал, да? Ёп. На камень налетел. Видимо, не отсюда я ехал. Не трогаем ничьё поле. Что-то они все закультивированные, видимо. Азморбер засеянный. Вот, Михалыч там. Давай, Петрович. И охоту. Они друг на друга похожи. Странно, почему они одновременно милицы так знают. Да? Так, смотри. Вот тут вот опять он не добирает. И... Ну, там понятно, ладно. Вот не страшно. Вон, почему здесь он не доломает. Очередная погрузочка. Давай, выплёвай там всё своё это... ...имущество. У него там почти полный он. Угу. Давай, давай, всё отдавай. Ой-ёй. Он почти полный. Фига себе у него вместительность. Всё, народ. Он там почти на донышке, грубо говоря, осталось. Ничего страшного. Да, прям чувствуется то, что мы прям нагрузили 22 куба. Прям чувствуется. Конечно, я бы ещё... ...25 бы нагрузил прям. Есть куда грузить. Ну, так заскриптованный народ. Эээ... Михалыч там... ...потихонечку ковыряется. Сейчас позвонил ему там... ...вся нам... ...делает дела. Деньги так... так и уходят. Ничего. Сейчас мы... ...два поля обработаем. Столько бабла получим. Ну, точнее, мы одно. Сейчас обработаем, закончим его. Там, не знаю... ...дадут нам ещё... ...сбор урожая или нет. Нам пора это что-то на зиму готовить. Ну, конечно, есть ещё что пособирать там. Эээ... ...что-то, что-то ещё будет. Я точно помню. А вот что собирать я не помню. Так, выгружаемся, родной. Так, выгружаемся, родной. Я что-то грамотно рассчитал, да? Так... И... И... Момент истины. Сколько денег? Восемнадцать процентов. Восемнадцать процентов. То есть, мы сейчас двенадцать процентов привезли. Восемнадцать процентов... Пум-пум. Было... Было-было, было... Было шесть процентов. А щас двенадцать... ...двадцать два куба. И это... Короче... Восемнадцать процентов нам ещё так прокатнуться придётся. Представляешь? Казалось бы, тут да? Всего лишь что-то... Ну, конечно, я могу ошибаться в расчетах, но где-то так Так, народ, мы будем тогда здесь заканчивать Почему, конечно, серия получилась Но это начальная стадия фермы, как бы Тут постоянно нудно, без экшена Тут надо просто правильно поступать финансами И будет все прекрасно у нас Все, народ, я ссыпался, всем пока